Новые приключения Лесси Новый кокс, Джон Провост и Лесси Оператор Роберт Карамико Дрессировщик Роберт Везерокс Продюсер Джон Уорд Автор сценария Майкл Томас Манн и Брюс Раш Режиссер Сконт Винсен Байо Мне не нравится Мам! Уилл, это хоро, это не кошмар на улице Вязов Ты мог бы придумать что-нибудь получше Ну что еще попробуем? Уилл Правильно Готовьтесь к Хэллоуину Это дом, мистера Огилви Это серая старая развалюха? Он очень странный старик Его мало кто видел У него всегда закрыты ставни Может, у него нет дома? Нет, он дома Наверняка сейчас он следит за нами Да ладно тебе, Уэйн В этом деле я эксперт На прошлый Хэллоуин я хотела высыпать мусор ему на крыльцо Так там высунулась страшная костлявая рука И попыталась меня схватить Но я для него слишком быстро Зачем дразнить бедного старого человека? В этом же весь смысл Хэллоуина Посмеяться над людьми Посмеяться или рассмешить Это разные вещи Пригни скорее Видишь? Видишь? Что я тебе говорил? Видишь, да? Всего лишь напуганный старик Завтра вечером, когда мы до него доберемся Тогда он будет напуган Завтра еще не Хэллоуин Завтра вечером мы устроим наши фокусы А на Хэллоуин будем просто веселиться Ладно Только не перестарайся, Уэйн Если не будешь осторожен, тебя поймают гоблины Офицер Стэнли Миссис Маккалла, как ваши дела? Хорошо, спасибо А ваши? Спасибо, хорошо Я по поручению отдела общественных связей Совета по Хэллоуину Обратите внимание на первый пункт Он самый важный Не выпускайте детей на улице Не выпускать? А как же смеяться и смешить? Ведь в этом же весь Хэллоуин Времена изменились Мы больше не можем гарантировать безопасность детей Но офицер, здесь же не центр города Это Гленридж Неприятности везде можно найти, миссис Маккаллах Хэллоуин один из самых опасных ночей в году для детей Так что проследите, чтобы ваши дети были в безопасности Спасибо Лесси, кажется, это шутка А я думала, это сработает Нет Идем, Лесси, попробуем что-нибудь еще Ну, я не знаю Я поговорила с офицером Стэнли А потом прочитала это Это ужасно Хэллоуин всегда был таким веселым праздником Я не знаю, что делать По-моему, у нас нет выбора Придется оставить их дома Давай устроим вечеринку прямо здесь Да, мы могли бы пригласить детей из соседних домов Да Подготовим декорации для Хэллоуина Скелеты и крэповая бумага Они будут петь А приз яблоки Точно, а еще мы выключим свет И будем рассказывать страшные истории Им понравится А тебе? Так нечестно Они обращаются с нами, как с детьми Я не останусь дома И не буду петь за яблоки Ребята подумают, что я полный идиот А я ни за что не пропущу Марафон страха Даже если мне придется Тайком сбежать из дома Я тоже Не проболтаешься? Нет, если ты не проболтаешься Клянись Не волнуйся, Шэрон Я придумаю, как выбраться из дома завтра вечером Да Уэйн, ты охрип Хэллоуин Только завтра Да, но надо создать нужное настроение К тому же, Меган, завтра вечером Мы никуда не пойдем Ты слышала, что сказала мама? Мама сказала Да Я знаю Ночью этот дом кажется еще страшнее Слизь Зеленая слизь Давай найдем другую жертву Он беспомощный, старый человек Для меня он достаточно силен Трусишкам окалов Да я храбрее, чем ты Да Ну давай Докажи Иди первый Ты правда хочешь довести это дело до конца? Видишь? Что я тебе говорил? Тебе нечего бояться Он не выйдет А теперь смотри Как работают Профессионалы Ра-а-а Мистер Магилли Он не дышит Я убил его Подожди, ты не можешь просто убежать? Ты пойми, нельзя просто бросить старика лежать здесь Это была шутка Я спрашивал тебя, хочешь ли ты довести дело до конца Я ошибся Я говорил тебе, нужно найти другую жертву Ладно, ты прав Что она говорит? Не знаю, раньше она никогда так себя не вела Только один раз Когда нашла дохлую кошку моей тети Лесси? Где он? Куда он делся? Его нет? Куда он делся? Куда он делся? Куда он делся? Кажется, он купился, мистер Агилли. Думаю, больше он не захочет шутить над нами. А здорово ты придумал насчет эксцентричного старика, Уилл. Если бы вы тогда не помогли Лессе, мы бы не познакомились. Так Илючка могла глубоко воткнуть ее лапу. Вытащить ее было нетрудно. Я люблю животных. Всегда любил. Это людям нельзя верить. Привет, ты купил конфеты? Столько, чтобы дать работу всем дантистам в городе на год вперед. Представляю. Дорогая, я подумала об этой вечеринке. Это значит сдаться какому-то психу, признать, что старый Хэллоуин, каким мы его знали, умер. Я знаю. Это грустно. Правда. Не хочу, чтобы наши дети сидели как заключенные в своем собственном доме. Не для этого мы сюда переехали. Но Хэллоуин уже завтра. Что мы можем сделать? Я уже все сделал. Я обратился за разрешением перекрыть всю улицу. Мы договоримся с соседями, организуем патрулирование. Короче, обеспечим, чтобы у всех детей в квартале был безопасный, старый, добрый Хэллоуин. Крис, теперь так трудно уговорить кого-либо что-то сделать. У нас получится. Мы сделаем этот Хэллоуин таким, каким он был раньше. С тыквами. И с яблоками. И с гоблинами. И с ведьмами. Дети в костюмах шутят и смеются. Так, как и должно быть. И пусть кто-нибудь попробует нас остановить. Да. Куда ты идешь? Звонить соседям. Войдите. Здравствуйте, миссис Маккаллах. Здравствуйте, офицер. Я принес разрешение, о котором просил ваш муж. Спасибо. Можно с вами поговорить? Да, конечно. Знаете, это очень интересная мысль. Вы решили спасти Хэллоуин. А вы хотели, чтобы дети не выходили на улицу? Нет, нет, нет. Я думаю, вы совершенно правы. Нужно организовать соседей. Похоже, это единственный способ. Я тоже так думаю. Честно говоря, я подумал, может, я зайду завтра вечером и... Прекрасно. Ну, просто посмотрю, как дела. Может быть, мы используем этот опыт в следующий раз, уже во всем городе. Мы будем рады. Тогда я зайду к вам. Миссис Маккаллах, вы не поверите, что сейчас было? Так я и знал. Знал, что вы найдете меня. Давайте, арестуйте меня. Я хладнокровный убийца. Уэйн, может, выпьешь сакан лимонада? В этом городе меня даже арестовать не могут. Смейся или смеши. Увидимся завтра вечером. До свидания. Уэйн, посмотри, кто пришел. Ночь живых мертвецов. Уэйн, осторожно. У тебя хвост горит. Черт, снимите его. Помогите мне. Отлично, Лэйси. Ты молодец. Ничего страшного, Уэйн. Лэйси уже купалась. Мистер Агилви, Уэйл, это был грязный трюк. Должен сказать, довольно неприятно спасаться бегством. Ты же сам говорил, в этом весь Халлоуин. Нужно разыгрывать людей. Я уберу всю слизь, мистер Агилви. Простите меня. Слизь? Да, ну, и эту скользкую зеленую слизь, которую ничем не стереть. Понимаете, мы с Уэйлом... Да. Я измазал ею весь ваш дом. Но я... Все вымою. И спасибо, Лэйси, что потушила мне хвост. Мам, мне 14, и я могу себя защитить. Устрою свой марафон дома у телевизора. Мы возьмем видеокассеты, и ты пригласи всех своих друзей. Это будет совсем не то. Все идут в театр, это так нечестно. Согласна, нечестно. В моем возрасте Жанна Д'Арк уже отправилась спасать Францию. Да, но Франция уже спасена, и ты не поедешь никуда. Входите. Добрый день, мэм. Надеюсь, у вас все в порядке. Вы потрясающе выглядите. Офицер Стэнли, это точно вы? Спасибо, спасибо. Думаю, это лучше, чем костюм каторжника, который мне хотели всучить. Да уж. Это будет настоящий Хэллоуин. Вот так. Мне не терпится увидеть хозяина дома. У него тоже все готово. Он решил еще разок проверить. Все ли в порядке? Кстати, у вашей дочери тоже прекрасный костюм. Я видел ее с друзьями на Рокборро-Роуд. Нет, это была другая девушка. Мэган недавно пошла в библиотеку. Библиотеку? Нет, по вторникам библиотека закрывается в четыре. Вы правы. Но она же взяла сумку с книгами. Держу пари, там был ее костюм. Простите, офицер Стэнли, я попробую дозвониться Крису. Увидимся вечером на празднике. Да, да. Алло. Что? Мы же велели ей остаться дома. Хорошо. Это недалеко, я ее найду. Марафон страха ничто по сравнению с тем, что устроят мои родители, когда узнают. Подружка Бэтмена. Цепись. А где же Бэтмен? Да, хочешь сырых яиц? Перестаньте. Да, они хотят яиц. Прекратите. Убирайтесь отсюда. Ой, перестаньте. Прости, папа. Бесси. 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 Прости, мам. Что я могу сказать? Может, ты была права, мама? Я больше никогда этого не сделала, мама. Ну, конечно, больше никогда. А самое грустное, что ты не увидишь, как твои дети будут получать дипломы. Что? Почему? Потому что ты все еще будешь наказана. Мистер Маккалах, Лин Ризден, Третий канал, Вечерние новости. Расскажите, что вы тут затеяли? Прошел слух, что весь ваш квартал сегодня вечером последовал вашему примеру. Вы могли бы рассказать, как все это началось и для чего? Мы всего лишь небольшая улица в маленьком городе. Но сегодня вечером мы решили защитить наших детей и детей на других улицах и в других городах. Признайте, ведь Хэллоуин придуман для детей. Я уверен, что вы беспокоитесь о безопасности вашей семьи не меньше, чем мы. Но запирать детей в собственных домах – это не безопасность, это страх. И сегодня вечером мы решили побороть этот страх. Я знаю, мы всего лишь одна улица. Но кто знает, может быть, это только начало. Снято. Мистер Маккалах, я не удивлюсь, если этот сюжет покажут по общенациональному каналу. И кто знает, может, на следующий год Хэллоуин вернется к нам по всей стране? Будем надеяться. Спасибо. Ты был великолепен. Подожди, это еще не все. Мистер Агиллоин, начнем парад! К оружию! Мы победим дракона! Мой конь нетерпеливо ржет и рвется в бой! Конь ржет! Ржет! Ладно, сойдет. Ты фантастически выглядишь, Лесси. Пойдем. Пойдем, я опоздаю на парад. Ладно, я сниму его. Ты права, Лесси. Ты имеешь право быть тем, кто ты есть. Пошли! Играет миссия. С details. Пойдем. Пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok